Распогодилась такая, конечно же, наша замечательная Кишиневская весна, и у многих появляются уже мысли о том, может быть, как бы запланировать себе отдых. А кто-то, как всегда, думает, а почему бы это лето или этот сезон не использовать для того, чтобы произвести ремонт, да, тот самый страшный, но очень красивый ремонт. Многих это слово пугает, но для того, чтобы вас ориентировать именно в этом процессе, конечно же, есть программа «Шоппинг Патруль», ее ведущий Михаил Цуркан и наши замечательные гости, которые нам сегодня помогут, ну, я так думаю, и я очень надеюсь, чтобы ваш ремонт прошел буквально по взмаху одной волшебной палочки. Кто это, мы узнаем, когда зайдем именно сюда, в шоу-рум «Кристаллит», который находится на улице Григория Виеру, 13. Не Игорь Виеру, а Григорий Виеру. Это практически центр. Вот, мы сейчас зайдем, и нас ждут и гости, и специальные предложения для тех, кто собрался в этом году делать тот самый ремонт. Мы начинаем с «Шоппинг Патруль». Вот так вот выглядит шоу-рум «Кристаллит». Конечно же, мы не будем показывать вам складские помещения, потому что именно здесь находится все то, что может вам помочь сделать тот самый ремонт. Ну, конечно, для того, чтобы попасть кому-нибудь в гости или помочь кому-нибудь сделать ремонт, вы должны, конечно же, вначале столкнуться с первым этапом – это открыть дверь. Если вы еще нуждаетесь именно в такой опции для вашего дома или квартиры, то здесь их тоже большой выбор делают под заказ. Входные двери есть, межкомнатные двери, большая гамма цветовая, для того, чтобы вы могли выбрать, опять же, могут сделать отдельную вам красивую гравировку. Все это нам расскажут еще наши консультанты. Но для того, чтобы представить наших гостей, я бы хотел произвести сейчас некие магические действия некоторые. Посмотрите, здесь пусто, никого нет, да? Мы сейчас закрываем эту дверь, мы закрываем эту дверь, и вот теперь, внимание, закрываем, говорим волшебные слова «Кристаллит», «Кристаллит» нам ремонт поможет сделать. Вот, открываем эту дверь, и, внимание, кто там? А там наши гости! Встречайте, да, Гарри Козьмова, прекрасная супруга, отличное настроение. Этот фокус удался, я, кстати, первый раз пытался совершить магический хитодистик. Да, но у меня вот с волшебными словами сложность. Давайте мы познакомим вас с консультантами и непосредственно владельцами, которые, может быть, нас немножко проинструктируют в большей степени. Здравствуйте! Здравствуйте! Это настоящие волшебники, это действительно человек, у которого волшебные руки. Посмотрите, какой фокус он. Самый, мне кажется, это самый лучший фокус. Я не знаю, здесь тоже были эти волшебные слова? Здесь без слов. А, здесь без плов, да, здесь без слов. Это удивительно. Я уже чувствую, что у меня тоже что-то появляется. Друзья, я запереживал. Ладно, расскажите мне, пожалуйста, нам, что, с чего начать, вот если мы говорили уже о дверях. Да, у нас двери местного производителя, производят это все в городе Кишиневе. Это металлические двери с различными МДФ-ными накладками. Значит, МДФ-ными накладками можно фрезеровать по-разному. Можно сделать на заказ с любой фрезой, можно сделать на заказ любого цвета. Можно делать темную снаружи, белую внутри. Это все возможно. То есть, возможно же написать, здесь живет Гарри Козьмин. У нас очень замечательные мастера, которые сделают любой каприз. За ваши деньги, как говорится. За вашу магию. Ну, это очень приятно слышать, что это все производится у нас на самом деле, потому что наша программа, она как раз и ориентирует наших потребителей вот в этом мире выбора. Это очень приятно слышать. Какие сроки в среднем уходят? Допустим, ну, понятно, что есть разные сложности, наверное. Да, конечно. Если дверь на заказ, то это идет две недели. Две недели и ваша дверь у вас дома. У нас есть свои мастера, которые это все установят. Я думаю, что каждая семья наверняка сталкивается каждый раз с проблемой определенного выбора. Вот для того, чтобы не метаться туда-сюда. Мы находимся сейчас в шоуруме «Кристалли». Стоит сюда заехать и посмотреть все, что касается окон, дверей, волшебных подоконников. А я говорю действительно о волшебных подоконниках у вас. Таких наверняка еще нет. Вот, то стоит приехать сюда на Григорьев Еру-13. Теперь давайте все-таки обратимся к этим подоконникам. Я когда услышал, я вначале не поверил, потому что говорят, что эти подоконники, они обладают такими свойствами магическими. Все, что на них не прольешь – вино, кофе, даже если дети маркером напишут. Не считается пролитым. В чем мизюминга этих подоконников? Если доска подоконная – это обычный подоконник, то пленка, которая покрыта эта доска, немецкая компания «ДТС» и «Лесбук». То есть этим покрытием покрываются напольные покрытия, ламинат, что говорит о прочности. Не страшны ему ни царапины предметов бытовых, будь то горшки цветами, если даже просыпется случайно грязь или испачкается, он легко тряпочкой удаляется. У нас большая гамма декоров, которая состоит так же, как из глянцевых, так и из матовых структур. Вы знаете, как мы выяснили у наших сегодняшних гостей программы, которые попали именно в этот мир дверей, окон и предложений от «Кристалит» Гарри Козма вместе с Кристиной, есть еще над чем поработать. Я-то думал, они практически закончили ремонт, но нет. Нет, главное что? Главное, чтобы Гарри продолжал удивлять, приносил домой радость, деньги, а Кристина, мне кажется, уже займется и дополнительными уже переделками квартиры. Я вызвал Светлану сейчас, потому что, я так понимаю, о подоконниках мы почти договорили. Надо еще сказать, что откосы тоже делаются под... Да, откосы есть в таком же качестве, как и подоконники. Мы заводим сейчас на заказ. Любую декор вы можете подобрать, скомпоновать с вашими подоконниками, чем они удобны. Любое окно, какого бы оно ни было шикарного качества, к сожалению, иногда дает конденсат. Если это будет обычное покрытие, то бишь штукатурка, то очень бывает в случае, что заплесневение, намокание. С этими же откосами этих проблем у вас совершенно не будет. Они точно так же покрыты пленкой лесга, они легко стираются. Безопасны для детей, потому что все-таки это экологически чистый продукт. Да, мы ставили наши откосы и подоконники также в центре матери ребенка в пульмологическом отделении. Соответственно, разрешение медиков мы получили. Значит, проблему с вашим будущим ребенком, что касается его здоровья, мы избежим. Фурнитуру у нас идут антивандальные. Это фурнитура зигения, подпорки сверху и снизу. Имеется несколько систем проветривания. Вы можете открыть створку полностью или же на проветривании. Также вы можете сделать микропроветривание. С внутренней, с наружной стороны к вам в дом никто не попадет, потому что очень прочно держат антивандальные штыки. Да? Тоже, в принципе, очень удобно. Также есть ручки BabyControl, так как у вас будет скоро маленький. Ручки BabyControl. Здесь просто замочек. Если маленький ребенок остается на какое-то время один и может дотянуться, потому что очень часто он делает витражные окна, вы закрываете на замочек, даже в этом положении замок фиксируют, и ребенок в творку не откроет. Ну, как вы понимаете, для этой семьи, которая еще в процессе ремонта, наверное, как и для многих семей, которые тоже только стартуют или, может быть, являются в процессе, есть еще одна очень важная деталь и нотка. Это, конечно, вот это ощущение комфорта, когда ты лежишь дома, и светит солнышко, и порой хочется просто, может быть, чуть-чуть приглушить свет в своем зале. Вот. Для этого есть волшебные, а мы сегодня говорим о магии, волшебные рулонные шторы. Правильно, Светлана? Да, конечно. Они так называются? Да, это рулонные шторы. Ткань Голландии. Производится это все в городе Кишиневе. Значит, есть различная гамма. Есть гамма просто ткани без рисунка. Да? Очень большой выбор. Также есть гамма ткани с рисунками. Это уже подбирается под ваш интерьер. Также есть очень замечательные ткани мешковина. Да? Это я называю мужская комната. Она более грубая. Мешка, мешковина, конечно. Да, мешковина. Вот. Мужская комната. Они не пропускают цвет абсолютно. Вот. И также... Это берложка для мишки. И также есть вот такие вот, такая классика, да, кто хочет вензеля и все такое прочее. Ну, пожалуйста, есть и такой огромный выбор. Для тех, кто, может быть, только включил сейчас программу, здесь как раз все, что касается дверей входных, изготавливают здесь в Кишиневе. Я быстренько резюмирую просто. Это межкомнатные двери, абсолютная большая гамма. Это Украина. Дальше немецкое качество, голландское качество. Все представлено и особенными волшебными, как мы говорим, подоконниками, которые могут, опять же, стать и материалом для откоса, и в том числе даже для пола. И это почему волшебно? Потому что все, что на них не выльется, не нарисуется, то оно все очень легко стирается, не царапается. В общем, если вы уже созрели для ремонта, или у вас процесс пошел, а вы не знаете, как справиться с проблемой выбора, приходите сюда, вас встретит Сергей, Светлана, они вас проконсультируют. Каталогов очень много, выбора тоже очень много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, настало время заняться теперь красотой и вашего интерьера, и в этом, конечно же, вам поможет София. Да, уважаемые друзья, волшебство нашей сегодняшней программы «Шопинг-патруль» продолжается, потому что сегодня главными участниками ее стали Гарри Козьма. Привет! Привет! И его великолепная, любимая супруга Кристина. Привет! Привет! Ну что, добро пожаловать и в этот мир. Конечно, здесь представлен, так сказать, наверное, самый сконцентрированный ряд декора интерьера. Я, насколько знаю, что это тоже является очень важной частью уюта в квартире, в доме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, магия в нашей программе продолжается. И теперь, внимание, исчезновение иллюзиониста и появление главной героини. А вот и Нина, здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, я, честно говоря, очень рад. Я в данном случае практически вас поддерживаю. Я имею в виду, в плане тоже я могу так вот тоже сесть, как бы. Вот. Расскажите нам, пожалуйста, двух словах. Для Кристины самое важное, потому что Гарик сейчас исчез не просто так. Он готовится к иллюзии в нашей программе. Вот. Он обязательно еще вернется, потому что иллюзионисты не исчезают никогда. Мы уже выяснили, что ему уже более трех тысяч лет. Вот. Расскажите немножко о самом бренде, потому что Кристина занимается ремонтом дома, и им еще осталось несколько комнат, и я так понимаю, здесь мы говорим им на декоре, да? Да, конечно. Наша компания, она занимается шторами, тюлями, то есть мы выполняем все работы от самых мелких до выполнения работы в конечном виде. То есть это авторские работы в том числе, это могут быть работать дизайнеры отдельно, которые вам подберут шторы, ну в данном случае я вот сейчас говорю про семью Козмо. Да, да, у нас есть специализированные дизайнеры, они приходят, замирают, смотрят ваш интерьер, приходят с образцами, то есть вы это все видите, смотрите и свет как падает, и стены как, то есть как все это сочетается, потому что в магазине это одно, а дома это совсем другое. Ваше желание просто и ваше видение, даже цветов и красок, которые вы себе представляете, опять же их значение, их эффект будет складываться из множества параметров, то есть учитывая углы ваших стен, учитывая высоту ваших стен, учитывая светопроницаемость. И вот здесь вот, конечно же, без вот такой вот технической поддержки консультантов и дизайнеров не обойтись. Вот, но поскольку эта сеть международная и много магазинов представлены в различных городах, в том числе в столице Румынии, Великобритании и у нас, друзья, я думаю, что мы говорим о качестве предоставляемой продукции, о новинках, которые периодически обновляются и появляются. Поэтому если вы хотите сделать себе нечто шикарное, мне кажется, красивое, задекорировать как-то свою комнату, то обращайтесь в София. Если говорить непосредственно об этом мире декора и штор, то сразу же хочется сделать акцент на том, что это непривычные, может быть, в большем количестве турецкие и испанские модели. Это как раз собранные самые лучшие материалы со всего света, потому что во всем мире есть дистрибьюторы, есть те, кто работает во франшизе, есть, конечно же, главные генеральные офисы. Вот, так сказать, дамы, с которыми мы продолжаем нашу программу «Шоппинг патруль» сейчас находятся у стенда, который вы также сможете успеть увидеть здесь в «Шоппинг Молдова» на первом этаже. Слушайте, ну здесь вот берешь как бы один такой набор, и я так понимаю, я просто, допустим, клюнул на эти красивые цветочки, но понимаю, что помимо этих цветочков здесь надо еще листать и листать. И вот есть вариантов очень много. Они даже тебе предлагают, как их совместить. Во-первых, да, вот видите, как вот более прозрачная и плотная ткань, но я имею в виду, в данном случае, скорее всего, это вот так вот будет. Но выбор очень большой. Я каждый раз удивляюсь, наверное, поражаюсь стойкости женщин, потому что вам приходится с выбором сталкиваться гораздо чаще, чем нам, мужчинам. Мы в этом плане, мне кажется, чуть более, ну, как сказать, не то, что решительнее. То есть, ну, вот у нас не так, надо-надо все, да-да, нет-нет. А вот у вас даже, грубо говоря, по гамме цветовой, вы знаете, больше наименований цветов. Это как минимум. Вот. А дальше уже вот эти вот варианты. Я бы хотел, чтобы здесь было чуть-чуть загнутым этим вот, а вот это, чтобы так вот собиралось гармошку. Да, и мужчин, мужик лежит и думает, ну, гармошка, да, гармошка. Уголочек. Ну, какая уголочка, если мне нравится уголочек, да. А может, давай возьмем вообще другую? Давай другую возьмем, конечно. Что мы еще можем рассказать об вот этих вот детальках и элементах декора? Их действительно много в магазинах или вот это вот лишь маленькая часть? Это лишь маленькая часть. В магазинах у нас побольше выбор. Есть разные блокнотики интересные. Мы на него, кстати, сзади обратили внимание. Из натуральной кожи. Мне тоже очень понравилось. А вы знаете, из такой крючки, конечно, если выпить чашечку попа. Но в данном случае, я так понимаю, что это, скорее всего... Иду к подружке по пить чаю. Да-да-да. Придут через неделю, получается, когда. Вот, конечно, хочется пожелать вам всем крепкого здоровья. Не забывайте, что семейная гармония, на все-таки, зависит от обоих в семье. Поэтому не от обоев, а от обоих. Вот, я хочу уточнить. Вот. И поэтому приходите в сеть магазинов декора «София». Вот. Консультируйтесь с опытными людьми, которые вам помогут технически решить проблему. А уже ваши фантазии, опять же, они могут смело нанести на бумагу, и вы сможете принести то, что вам нужно. Вот. Если говорить, конечно, о подходе и о всевозможных декоративных штучках, то стоит вам тоже забежать и посмотреть. Потому что здесь уникальные вещи, мне кажется, которые дышат историей, тем более они совершили достаточно длительное путешествие, чтобы попасть к нам сюда, в нашу страну. Но, если говорить честно, это, конечно, кружка, подружка моя. Вот. Но это как горшочек, да, идет? Для цветов. Для цветов. У вас будут цветы в доме? Будут, есть, и еще будут. Будут, и еще есть, и еще будут. А как говорят дети, это цветы жизни, так что дарите женщинам цветы. Есть стенд, который находится в шоппинг Молдова. Который, опять же, открыл свои двери еще 8 марта. Но есть непосредственно самый главный офис, куда мы вас направим, но чуть позже. Пока, Кристина, я предлагаю тебе вот так вот внешне осмотреть вроде небольшую коробочку, да, подарочную. Май лайф. Подарок, да? Да, такую подарочную коробочку Май лайф. А вот когда мы туда зайдем, мне кажется, что ты как раз обалдеешь точно так же, как и я. Вот согласись, что, наверное, такой же легкий шок, потому что казалось бы, что здесь площадь небольшая, да, но смотрите, какое вот, я, наверное, телезрители тоже призываю, идеальное дизайнерское решение. И, внимание, Кристина, вот куда переместился в своем временном пространстве наш маг-чародей-иллюзионист Гарри Козма! Здрасте. Да, мне кажется, ему уже уютно, без меня. Очень хорошие варианты есть, квартиры, ремонт. Да, причем самое интересное, Гарри, наверное, Кристина и наши телезрители, то, что они предлагают уже готово абсолютно решение, они приезжают, просто делают замеры, то есть они замеряют, они как дизайнеры, опять же, обсуждают с вами, что можно было выгодно и для того, чтобы сохранить пространство, применить, потому что, если вы заметили, да, то есть вот, казалось бы, это, ну, я не знаю, это одна комната, наверное, да? Двая комната, да. Вот, и посмотрите, в одной комнате вмещается достаточно удобно и комфортно, то есть вот спальное пространство с плазмой, с телевизором, да, есть шкафчик для вещей, есть полочки, тут же, получается, у нас столик, где можно смело поторопедничать, то есть если вы живете с семьей или вы, как бы, пока еще одиноки, то это вообще, как бы, идеальный вариант, но, в принципе, здесь даже вдвоем можно очень хорошо и комфортно разместиться. Сразу есть кухонное решение, сразу есть умывальник, как видите, санузел, шкаф-купе и, по-моему, очень комфортно и отвечает всем параметрам современного мира. Смотрите, это сейчас, как бы, один уголочек, который находится в шоппинг Молдова, а мы сейчас поедем с вами в офис и вот там мы поговорим не только о всех возможностях MyLife, кстати, для более подробной информации можете зайти на сайт mylife.md, но мы поговорим и об удивительной акции, в рамках которой вы можете выиграть себе сумасшедшие призы, а именно конкретный уже ремонт встроенной вами кухни, то есть они сделают вам. В общем, предложений очень много, для этого я предлагаю все-таки переместиться туда, не знаю, какие волшебные слова. Абра-кадабра. Абра-кадабра. И самое важное, наши дорогие друзья, телезрители программы Shopping Patrol, не забудьте, что уже начиная с сегодняшнего дня, именно 26 марта, двери шоурума стали открытыми для вас, поэтому мы ждем вас, пожалуйста, получите такие же эмоции, такие же впечатления и вы пересмотрите ваше жилое пространство, наверное, какие-то элементы в вашей жизни перестроите для того, чтобы оптимизировать то место, где вы живете, создадите свой собственный комфорт, уют, может быть, даже с самого нуля, поскольку может быть, вы сейчас на этапе только приобретения своей собственной жилплощади, вот, поэтому не забудьте уже, уже сегодня, уже открытый шоурум на Буребиста 40.2, My Life, вы не пройдете мимо, потому что здесь все очень ярко, красно, красиво, мы вас ждем, добро пожаловать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария, здравствуйте. Давайте в двух словах, все-таки, вот, на примере наших гостей, они семейная пара, но представьте, что вот они пришли к вам как заказчики, они не хотят тратить нервы, силы и время, они знают, что вы им предложите ряд профессиональных решений. Да, с чего начинается обычно, да? Да, конечно. Значит, добро пожаловать в нашу студию, студию дизайна, где мы создаем любой дизайн под ваш вкус, под ваш кошелек и под ваши потребности. Значит, прежде всего, наша студия занимается тем, что мы реорганизуем ваше пространство таким образом, чтобы вы жили в нем и для того, чтобы вам было комфортно. Вот наша работа, как правило, начинается с того, что мы узнаем людей, то есть мы расспрашиваем наших клиентов о их вкусах, о их образе жизни, о их предпочтениях. Потом мы предлагаем им как бы тот вариант, который по нашему мнению подходит и обсуждаем уже их планировку. Насколько я знаю политику сейчас в компании, что если утверждается дизайн и согласно этому дизайну уже начинают вестись работы, то, опять же, работа дизайна в данном случае идет уже как бонусным подарком. Да, это так, это правда. То есть наша работа, хотя она очень сложная, мы подготавливаем полный пакет чертежей, мы работаем с вашими прорабами, ведем авторский надзор проекта. То есть мы постоянно присутствуем настройки и следим, чтобы все было сделано грамотно. Постоянно советуемся с вами, выезжаем за подбором материалов, если это необходимо, вместе. И мягкой мебели, и плитки, и сантехники, и электрики. То есть мы консультируем вас по всем вопросам, но несмотря на все это, что это очень сложная и кропотливая работа, в нашем проекте она идет бонусом к ремонту. Я, как и обещал, я готов познакомить вас с еще одним человеком, но его большая специализация, наверное, касается мебельных решений, то есть качества мебели. Каким образом, опять же, те или иные аксессуары или отделка, внешний вид и практичность, все это совмещается, опять же, с вашим жилым пространством. Это Вячеслав, мы говорим, здравствуйте. И какой у нас, получается, следующий шаг после того, как мы поработали с дизайнером? Мы выбираем мебель, да? Это выбираем материалы, фурнитуру, технику, также выбираем, допустим, мягкую мебель. Все, вот это вы уже выбираете со мной. Материалы, ящики, наполнение, организации, те же самые, допустим, петли или варианты исполнения шкафов, вы это все обсуждаете с нами. Я еще раз резюмирую, уважаемые друзья, то есть получается за счет мебели и за счет именно этих тесных контактов и консультаций, получается как раз самое идеальное оптимальное решение, потому что я так понимаю, что все сотрудники самое главное соблюдают, заинтересовались наши гости, преследуют самую главную цель, это максимально оптимизировать все. Вот почему это не просто слова, а это действительно еще и фактами и делами подтверждается. Вопрос от Гарри Козьма пишет нам-то. Скажите, а как сюда подключить Плейстейшн? Плейстейшн, вот USB-выход внизу там, но мы планируем вообще в проекте, сюда выводится USB-розеточка, куда вы подключаетесь и, пожалуйста, пользуйтесь. Фантастика. Да, это вот небольшой. И самое интересное, что при выключении, по-моему, эта сена просто обретает как у полузеркальный черный цвет. Но мы готовим еще пару новых проектов, мы вас еще удивим. Это кресло-реклаймер, которое позволяет вам откинуться после работы, взять чашечку чая и смотреть телевизор. Легким движением руки оно превращается в обычное кресло. Давайте попробуем на живых людях. Женщине чуть-чуть усилий, да. Вот руками упираем. А, так у тебя... У мужчин это чуть получается лучше. О, так у тебя даже еще, кстати, лучше, чем у Вячеслава. Что, я тогда забираю пока твоего мужа, да? Да, пожалуйста. Через сколько за тобой прийти? Через пару лет, пожалуйста. Для ноутбука вот вы можете присесть. Да, отлично. Мамочки, как они додумались, а я же все время, у тебя жарко же, когда ноутбук, у тебя начинают там все это. Да, да, да. Вот можете вот так расслабляться с ноутбуком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Конечно, кто-то мечтает побывать в Париже. Знаете, как говорят, увидеть Париж и умереть. Но мы предлагаем вам жить полной жизнью, уважаемые друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь речь идет о самом большом спектре услуг для того, чтобы оптимизировать ваше жилое пространство, ваш комфорт, ваш уют. Просто мои гости, мне кажется, они сейчас под таким же воздействием, как и я. Можно тише, тише? Да, да, тише. Потому что, уважаемые наши телезрители, даже если у вас нет первоначальных средств для того, чтобы все это реализовать, есть отдельные партнеры, которые также предлагают вам субсидирование или кредиты, которые предлагают проценты более доступные, чем, может быть, по отношению с другими компаниями или банками. То есть сейчас я, находясь здесь вместе со своими гостями Гарри, Козма и Кристиной, я, честно говоря, понимаю, что даже то пространство, где я сейчас живу, оно неправильно построено мне. Ну ладно, если говорить серьезно, то, конечно, сейчас от MyLife есть еще и особенная акция. Вы можете в ней принять участие, если вы закажете евро-ремонт под ключ, то вы примете участие в розыгрыше безумно ценных призов. Во-первых, ремонт под ключ вашей квартиры, ремонт кухни в подарок, ремонт детской в подарок под ключ. Опять же, это означает, что вам рисуют, вам делают готовый эскиз, и дальше вы просто получаете готовый результат. Ребята, я понимаю, что сейчас у нас состояние такое же, и мы, попадая в каждый уголок шоурума, в каждом уголке, мне кажется, нам хотелось бы остаться, мы чувствовали там себя комфортно, это правда. Но наберитесь, потому что нас ждет еще и вкусное угощение в восточной сказке. Поэтому мы двигаемся дальше, а вам говорим, оставайтесь с нами, это еще не все. Шопинг-патруль продолжается. Как говорится, не может быть восточной сказки без самой сказки. Поэтому, если мы говорили о магии в течение всей нашей программы, то, конечно, находясь здесь, в ресторане «Сим-Сим», который находится на четвертом этаже, шопинг Молдова, где мы предлагаем вам настоящие восточные сказки, сказочные блюда, плюс, конечно же, и блюда европейской кухни, мы готовы будем увидеть и самое главное. Это выступление известнейшего иллюзиониста не только на территории нашей страны, Гарри Козьма. Итак, внимание. Сегодня подхожу в хороший способ, как с помощью магии завершить ремонт. И мне кажется, что здесь должны быть волшебные слова «Сим-Сим», ну, раз мы находимся здесь. Да, давай, Гарри, все, не отвлекай. Дело в том, что мы все знаем, что для завершения ремонта нам нужны бумажки. Но это у меня обычные бумажки, которые не имеют никакого значения. Хочу, чтобы ты проверил, убедился в этом. Обычная бумажка, да? Да, простая бумажка. Да, и у меня есть конвертики, да? Да. Разных цветов, да, то есть красный, черный, зеленый, да? Да. Я беру одну такую бумажку, да, ставлю в конверт, закрываю. Все происходит очень легко, да. Волшебные слова «Сим-Сим». Сим-Сим. И наша бумажка превращается уже в бумажку, которая имеет какое-то значение, да? Да, сделаем еще раз, повторим. Да, давай еще одну бумажку. Так, подожди сюда, давайте, повторим. Да, смотри, я ставлю бумажку в конвертик, да? Национальная валюта, получается, пока? А только в национальной, да, пока? В зависимости, в какой стороне находишься, да? Бумажку ставим в конверт. Так. Да, все происходит опять же. Очень просто. Сим-Сим. Сим-Сим. Да, но иногда лей недостаточно, чтобы захочет леймонис. Да, да. И поэтому превратим бумажку в более крупную купюру, да? И тут включается Мишина алчность, как у любого человека. Еще раз. А есть еще больше купюры, то есть у нас пока 51 лей. Окей, ставим белую бумажку в конвертик, да? Я, честно говоря, каждый раз, когда Гарри показывает вот так вот близко в магию, я немножко глупею. Да. Сим-Сим. 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 Открываем конвертики. И в этом конвертике у нас получается 200. Ну вот это уже нормальный разговор, уже мужской. Ну а теперь давай фокус, закончим ремонт. А теперь давай, ну деньги, конечно, входят в семью. Итак, внимание, деньги уходят в семью, в капитал. Давай теперь поговорим о фокусах, о ловкости рук, да? Давай, ловкость рук. У меня есть два шарика. У меня тоже. Хочу, что-то. Пожалуйста, проверь шарики, да? И дай им имя какое-нибудь. Питер и Семен. Давай, Питер будет у меня, да? У меня Питер, у тебя будет Семен, да? У меня Семен, да. Закрывай, смотри, магический жест. И у меня уже Семен, а у тебя Витер. Точно, Боже мой, как я сразу не догадался. Извини, верните Семена. Я свой шарик поставлю в руку, да? Да. На раз, два, три, зажми свой шарик, хорошо? Раз, два, три. Не палец, шарик. Давай еще раз. Раз, два, три. Чувствуешь шарик, да? Я чувствую шарик. Смотри внимательно, мой шарик перепрыгнет к тебе, потому что у меня шарика нет в руках. Открой свою руку. Открывай. Питер, что ты делаешь с Семеном в одной руке, скажи мне? Так. Давай сделаем так. Один шарик я поставлю в задний карман, да? Этот шарик, опять же, поставил карман. Здесь еще один есть, да? Здесь больше шариков. Мне кажется, что-то между Питерами и Семеном произошло, они плодятся. К завершению моего мини-выступления хочу показать карточный фокус, потому что какой же фокусник без карт? Никакой. Дело в том, что у меня есть обычная кода карт, да, разная. И каждый, любой фокус начинается с одной фразы, пожалуйста, выбери любую карту, да? Разделом так, я буду пролистывать колоду, скажи стоп, где тебе захочется и возьмешь любую карту, да? Скажи стоп. И взять. Да, скажи стоп, и я остановлюсь сначала. Стоп. Здесь? Да. Хорошо, возьми карту. Покажи ее зрителям. Запомнили? Да. Хорошо, верни карту обратно. Мне не показал, он меня боится. Хорошо. Хорошо, твоя карта здесь, да? Да. То есть, делом так, и я верну следующую, то есть, оставшуюся к колоду. Дело в том, что твоя карта, опять же, первая. Ой, не твоя карта, да? Это потому, что мы не сказали волшебные слова. 7-7. Конечно. Это твоя карта. Это моя карта. Давай сделаем так, делаем по-другому. Я буду пролистывать карту, на этот раз ты не будешь говорить стоп, просто остановишь пальчиком любую карту, да? Останови пальчиком любую карту. Здесь? Да. Возьми, наверное, это совпадение, не знаю, как назвать. Да ладно, друзья. Ну как я же ткнул просто пальцем, я же что-то... Дело в том, что у меня обычная колода карты для покера, вся разная, да? Здесь все карты разные. Но давай сделаем по-другому. Я разделю эту колоду на более мелкие колоды, да? Да. И попрошу тебя просто показать пальцем, указать на любую из этих колод. Ну вот это она по-трубнее. Никто не заставлял выбрать эту колоду? Точно? Можешь передумать, выбрать другую. Ну если я изначально... У меня изначально захотелось эту колоду. Хорошо, я следующие карты уберу. Здесь точно, да? Да. Здесь твоя карта. Да ладно. Здесь была другая, да? Давайте сделаем по-другому. И иногда зрители говорят, что у меня вся колода и только из выбранной карты. Да, ими карта. Да? Но если я теряю выбранную зрителям карту, мне ее очень легко найти примерно так, потому что у меня в колоде одни девятки крестовые. Да? Одни крестовые девятки. Так, срочно нужно вызывать, что повар, а нужна какая-то подпитка мозга. Я не понимаю. У меня обычная колода, как пишет. А знаете почему? То, что я включаю логику, наверное, как и вы. Не надо думать о логике. Наслаждайтесь магией в чистом виде, как она есть. Вот. В чистом виде, как она есть. Гарри, я хочу тебе сказать много комплиментов по поводу твоего мастерства, но то, что... Извини, пожалуйста, я скажу откровенно, но я реально глупею, когда я рядом вижу вот эту вот контактную магию. Я не знаю, это настоящее чудо. Мне кажется, что в данном случае, если мы будем логически думать, как это все совместить, у вас взорвется мозг. Поэтому не стоит этого делать. Во избежание несчастных случаев просто подайтесь этим чудесам и верьте в магию. Я сейчас сообщу вам самую приятную новость. Буквально по, не знаю, в щелчку или взмаху волшебной палочки у нас на столе, так же, как и всю нашу программу, неожиданно появится блюдо, которое приготовил шеф-повар. Это будет и настоящий восточный чай. Это будет настоящий турецкий кофе. Это будет удивительно приготовленный салат. Даже, нам сказали, наш мужчин чем-то по балу так, каким-то мяском приготовлено удивительно. Поэтому мы ждем волшебных слов Сим-Сим, а вы оставайтесь с нами. Вуаля, пожалуйста, смотрите, настоящее чудо. Чудо происходит. У меня в руках неожиданно появился что? Ну, стакан, о, боже мой, жижа исчезает. Мы остаемся на сладкой трапезе. Здесь, в Сим-Симе, на четвертом этаже в шопинг-болдова. Я еще раз благодарю вас, прекрасную семью. Желаю, чтобы ваши идеи, ваши творческие возможности совпадали. Вот, чтобы вы реализовали все задуманное. Вот, конечно же, вам стоит беречь друг друга и обрешать внимание, хотя это не мой совет у вас, и так это все происходит. Вот, чтобы вы создали свое то самое гнездышко, как можно скорее. Вот, спасибо большое за то, что приняли участие в нашей программе «Шопинг-портрубе» Гарри Козьма и его замечательная любимая Кристина Козьма. Да, ты осталась при фамилии мужа? Осталась. Да, осталась. Взяла фамилию мужа. У нас такое возможно. Мы остаемся здесь наслаждаться сладостями и восточной сказкой. Вам же желаю тоже всего хорошего. И помните, что совместный шопинг, он позволит избежать, мне кажется, каких-то конфликтов и сохранить гармонию в семье. С вами был Михаил Цуркан. И наша магия и волшебная программа на этом заканчивается. Но в вашей жизни всегда есть место волшебства. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»